Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Вышел новый влог. Сюрприз для Абдугани. Готовлю суп и вкуснейшие булочки. Значит, в начале видеоролика у нас Уралочка рассказывает и готовит одновременно, да? Готовит суп, говорит, манты есть и замороженные тоже есть, да? Но в то же время у нее варится суп, но суп не успел приготовиться к приходу Абдугани. И почему-то она не спешила накормить ребенка и не предложила ему манты. Значит, готовит суп. Жирный суп, жирная говядина, значит, и зажарка. Хотя Сафар сказал, что лук бы так забросил. Но уралочке же нужно пожирнее, да, чтобы больше жира было, чтобы нажраться от души-то можно было. Но я не знаю, как сказать еще. Ведь говорит, что это мужской суп и ест его Сафар. Сафар сказал, можно не зажаривать, а так бросить. Но нет, она делает по-своему. Ну, значит, рассказывает, что в школе сказали, что нужны лыжи. Получается, у них там минус пять, да, и якобы нужно, получается, купить лыжи. Хотя, ребят, как потом выясняется, Сафар говорит, что в школе выдают. Ну, они, значит, поехали и купили лыжи. Интересно, а как это так получается? В школе выдают лыжи, чтобы кататься. У нас тоже в школе выдавали на уроках, да, там физкультуры, чтобы ученики могли ездить именно на уроках физкультуры на лыжах. А Уралочка, получается, не знала. Опять какие-то непонятные несостыковки. Сафар знал, что выдают. Уралка не знала, но, видимо, Сафар очень хотел, чтобы Уралочка купила об дугани лыжи. Ну, и, значит, да, она там еще печет булочки, не спешит ребенка накормить. Он приходит со школы. Ну, перед этим она рассказывает, что они ездили в больницу, делали УЗИ сердца. Там еще надо было на прием к врачу ей. И, значит, показывают подарок об дугани, когда тот приходит со школы. Тот что-то там говорит на таджикском языке, но потом на русском говорит спасибо. Уралочка потом рассказывает, что целовал ее, целовал Сафара. Я, если честно, сомневаюсь. Ну, Уралке, конечно же, надо приукрасить. Да, именно приукрасить. Говорит, купили мы, говорит, лыжи. Не знали, подойдут, не подойдут, но нам, якобы, подобрали по размеру. Сказали, если что. Если не подойдут, то поменяют. Ну, и рассказывает дальше, что вот, якобы, он растет, и надо в какие-то кружки определять куда-то там, или в спортивный, потому что вот, якобы, он толстеет. Да, он ничего не делает, только в интернете сидит. И, получается, Уралка же говорила, что набрал аж 10 килограмм на бананах. Ребят, да, на бананах. Не на всем этом жирном и мучном, а именно на бананах. Рассказывает нам, как он сардельки поедает, колбасу без хлеба, но сугубо на бананах он поправился. Теперь уже, оказывается, еще расходы на одежду. Он же растет, ноги растут, толстеет, и, значит, надо уже другая одежда. Вот, представляете, ужас, ребят. Я просто в шоке. И да, им, оказывается, это проблема. Ну, и что интересно, ребят, когда она раскатывала тесто, она сказала, что они здесь два месяца. Кто они? Кто они? Сафар, по-моему, уже, со слов Уралки, чуть ли не пять лет в России. А кто они два месяца? Я же говорила, ребят, я более чем уверена, повторяла и буду повторять, да, что они – это Абдугани, жена его и сестричка. Для этого столько жрачки и готовится. Манты нам почему-то не показали, где они, где манты, которые уже готовые, которые можно было разогреть и покормить ребенка. А Уралочка занималась булочками, Абдугани там сидел в комнате, с кем-то разговаривал, может быть, даже в доме находился еще один ребенок, но никто же не знает, с кем он там разговаривал, да. Нам же не показывают эти моменты. Ну, значит, и еще интересно, ребят, Уралка говорит, что у них минус пять, а на балкон сафарик не может пробраться из-за того, что там завалено мясо. Вот мне интересно, как так, да, что Уралочка хранит на балконе мясо, хотя условия хранения мяса, они прописаны же, да. Там, по-моему, условия хранения могут быть не выше минус, по-моему, 18-19 градусов. Ну, а не меньше, я там что-то не помню как, но у них же морозы разные, ребят. Мороз же у них то большой, то меньший, и что это за условия хранения мяса? И не могут пробраться на балкон из-за того, что там завалено мясом? У них там, походу, на балконе завалено всем на свете? Или что там у них на балконе? И как там это все дело хранится? Что-то как-то, знаете, вот она чешет, чешет по ушам вместе со своим сафариком. Кстати, когда заговорили про мясо, слышали, что сказала Уралочка, что замариновать надо, да, в киви и поехать на дачу. Ай да молодец, Уралочка, ай да молодец! Как только я заговорила про дачу, что забыли они про дачу, так решили собраться на дачу. Как только я сказала, что Абдугани не пахнет в квартире, тут же показуху устроили, да, чтобы показать, что якобы он там живет. Дальше что? Дальше разговоры еще велись относительно кружков, что якобы надо на физкультуру. Уралочка говорит, он так любит физкультуру, прям ждет, не дождется, да. И сафарик сказал, что нет, нам надо в другое его место, чтобы он учился на занятиях по дереву. Кто-то там сказал, какой-то таксист откуда-то их вез, и, значит, якобы рассказал, что есть, видимо, такие кружки. Ну, что-то Уралочка там запротестовала, да, запротестовала. Говорит, надо ему двигаться, двигаться. Уралочка, тебе тоже надо двигаться. Тебе тоже надо двигаться больше, чем этому мальчишке. И еще, ребят, очень интересный момент. Понятно сразу стало, что сафар и абдугани, они пришли просто поесть, и у них нету времени. И за едой. Когда Уралочка уже раскатала тесто и его скрутила в этот валик, да, нарезала, и говорит, вот надо бы их нарезать и оставить, чтобы постояли, но нету времени. А почему нету времени? Куда спешить? Ребенок со школы пришел, сейчас поест суп, пусть булочки постоят, подойдут и потом пожарятся, испекутся. Нет, нету времени. Это и говорит о том, что они пришли поесть, да, забрать там булочки, еще и еду, и умотать. Поэтому и времени нет. Поэтому и обмолвилась она, что они здесь два месяца. Сафар не два месяца, сафар пять лет. А они, понятное дело, кто. Еще один интересный момент. Когда Уралка зажаривала суп, да, Сафар сказал, что покупал такие булочки, которые печет, выпекает Уралка, и сказал, что они невкусные. И она прям так удивилась, говорит, зачем покупал. Представляете, Уралочка не в курсе, да, что Сафарик где-то что-то покупает. Это по той причине, что он с ней не находится. Он только к ней приходит в гости вместе с Абдугани. То есть он с ней не живет. Иначе это как понимать, да, что он что-то там покупает и что-то ест. Явно покупает для своей семьи. А Уралочка и не в курсе. Но если бы он проживал постоянно с Уралкой и находился рядом с ней все время, естественно, она была бы в курсе, что он там покупает какие-то булочки и ест. А так все на свои места становится каждый день в каждом ролике. В общем, палится Уралка и сама не замечает этого. Ну, еще что хочу сказать относительно Абдугани. Как мне показалось, да, когда он пришел со школы, принимал этот подарок, сказал на русском спасибо, вполне нормальный ребенок. Я не увидела ничего там такого какого-то странного. Понятное дело, что ребенок из Таджикистана. Он не жил в России. Для него много действительно дикого, непонятного. Но он довольно-таки спокойно себя вел. Он был очень рад, когда увидел лыжи, что это его лыжи. Хотя так смешно это выглядело, да. Учительница сказала, нужны лыжи якобы. То есть всем что ли надо купить, да. А саппарик потом уже, когда лыжи куплены, заявляет, что в школе их выдают. Ну, в общем, со стороны на сей раз мне показался вполне нормальный ребенок. Ну, не знает русского, но некоторые слова вот Уралка говорит, а он повторяет за ней. Но понятно, что русский дается ему сложно. И не все он понимает. Вот она говорит, говорит, а он не понимает то, что она говорит. И он начал тут же говорить на таджикском языке с сафаром. Ну, в общем, ребят, как-то так. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.